Часто кадровик задается вопросом, на какое обучение, какого объема, какого плана направить своих сотрудников. Такая цель, конечно, будет стоять и в процессе перехода на профстандарты, и если в вашей кадровой политике процедура оценки повышения квалификации сотрудников стоит как планомерная работа. Так вот, здесь важно помнить, что повышение квалификации есть разных уровней. Например, давайте разберем момент соответствия профстандарту нашего главного бухгалтера. Смотрите, по закону о бухгалтерском деле требования бухгалтеру следующие. Это высшее образование, дальше 5 лет работы и целый набор знаний, умений и навыков, которыми должен такой специалист обладать. Что мы делаем? Мы берем нашего главного бухгалтера, который работает у нас на предприятии, и оцениваем. Вначале смотрим, он имеет высшее образование или нет, сколько времени отработал у нас в компании в должности главного бухгалтера, и также по совокупности может быть в другой предыдущей компании. То есть у него должно быть 5 лет в должности главного бухгалтера. Дальше. Ну и можно оценить его знания, умения и навыки оценочными процедурами. Акцентирую ваше внимание вот на первом пункте. Если у нашего главбуха нет профильного высшего образования, какие могут быть варианты? Варианты могут быть разные. Например, у него есть среднее, специальное, профильное. Да, один может быть такой вариант. Второй вариант. У него есть высшее образование, но не профильное. Ну, например, главбуха имеет высшее образование бухгалтерское или педагогическое, да, но имеет хороший навык, знания, умения и опыт. Да, что ж, Дек, сейчас ответим на этот вопрос. И другой вариант. У нашего главного бухгалтера есть среднее, специальное, не профильное. Вот три варианта может быть, правда? Ну, может вообще еще не быть совсем образование, но я думаю, что такого уникального сотрудника надо еще поискать. Что делать в данном случае? Смотрите, если первый случай, среднее, специальное, профильное, бухгалтерское, например, колледж, да, бухгалтерский учет, аудит, факультет был закончен. И навыки, умения все есть. Может, даже опыт работы достаточно. Не хватает только высшего образования. Догадываетесь, что мы делаем? Мы отправляем нашего сотрудника на курсы повышения квалификации. То есть у него квалификация есть, нужно ее повысить, да? Значит, у нас идет повышение квалификации. Повышение квалификации – это от 16 до 72 часов. Уточняйте, пожалуйста, закон об образовании у нас такой живой, меняющийся, но количество часов, необходимых вашему специалисту, вы можете уточнить в любом учебном центре. Другую ситуацию, более серьезную. У него высшее образование есть, но оно не профильное. Значит, высшее есть, но не профильное. Что делать? Мы можем ему повысить квалификацию. Нет, потому что квалификации нет. Правильно? Значит, вариант только переквалификация. Переквалификация. А это примерно 250 часов. То есть полный курс должен быть прослушан. Ну и как быть с тем специалистом, у которого среднее, специальное. Знаете, по-хорошему я бы такого специалиста направила на заочное обучение в ВУЗ, чтобы он получал высшее профильное образование. Правильно? Ну, как вариант. Можно его направить также на переквалификацию, чтобы он прослушал как можно больше часов, до 1000-1300 часов, для того, чтобы достигнуть уровня управленческого и профильного. Все понятно?